Международный комитет Красного Креста начал работать в Азербайджане еще в 90-х на фоне агрессии Армении и оккупации азербайджанских территорий, которые привели к появлению порядка миллиона бешенцев и вынужденных переселенцев. Тогда организация объявила, что будет поддерживать семьи пропавших без вести лиц и помогать лишенным свободы в связи с конфликтом. На протяжении порядка 30 лет деятельность комитета не вызывала никаких вопросов, но доверие было подорвано в прошлом году. Погранслужба Азербайджана в Лачине выявила попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах комитета. Двое сотрудников организации тогда были объявлены в Азербайджане персонами нон-грата и выдворенной из страны. Кроме того, Международный комитет Красного Креста не строил свою деятельность в соответствии с уринитетом и территориальной целостностью Азербайджана. Подписывая договор с Азербайджаном, комитет брал на себя обязательство осуществлять непредвзятую деятельность. Несмотря на это, во время 44-дневной войны мы неоднократно становились свидетелями обратного. Работая в Ханкенди, на суверенной азербайджанской территории, Международный комитет Красного Креста вместо того, чтобы подчиняться официальному представительству, находился в подчинении офиса в Ереване. Объявление о переносе офиса в Баку считаю запоздалым шагом. До своего закрытия отделение Международного комитета Красного Креста в Ханкенди подчинялось представительству организации в Ереване, а не в Баку. Это ставит под сомнение нейтральность деятельности комитета в стране с учетом того, что мир признает Карабах частью Азербайджана. Официально Баку также делал заявление о том, что гуманитарный мандат Красного Креста должен соблюдаться и не использоваться в политических целях. Официально Баку не раз обращался к Международному комитету Красного Креста в связи с пропажей без вести около 4000 азербайджанцев во время Первой Карабахской войны. Но, с сожалению, нужно отметить, что Красный Крест так и не сделал никаких значимых шагов для нахождения этих лиц. Всё это заставляет нас задуматься о деятельности этой организации. Мы видим, что в Ходжалы и на других освобождённых территориях обнаруживаются массовые захоронения. Комитет молчал и по этому поводу. Это говорит о несоблюдении принципа беспристрастности. Я думаю, что сейчас у них появился последний шанс продемонстрировать свою нейтральность. Здесь можно провести параллели с российско-украинским конфликтом. В самом его начале, когда речь шла о доставке гуманитарных грузов, Красный Крест требовал, чтобы помощь Донецку оказывалась не из Москвы, а из Киева. После 44-дневной войны, несмотря на то, что Азербайджан открыл Агдамскую дорогу и сделал возможным транспортировку грузов, комитет продолжал настаивать на использовании Лачинской дороги. Это ещё больше убеждает в том, что организация политизирует многие вопросы и действует в угоду чьих-то интересов.